привет сейчас поговорим уже третьей тактики за вампиров вот расскажу про нее в чем ее суть как ее использовать эта тактика играется через оживление через курганных духов через тележки через регенерацию ну как я уже говорил есть нас три тактики до скелеты летучие мыши и вот сейчас как раз звери и тележки и некроманты довольно таки интересная тактика начнем покажу в компании да вот например начинаем у новую компанию лучше всего данная тактика работает на графстве вампиров какой у какого взять персонажа я обычно думаю советую смотреть по персонажу которого очень хорошие например начальные отряды да я бы к примеру посоветовал брать генриха ну я его буду называть мерлин или злой мерлин да даже на перемену его потому что у него начальные отряды очень даже неплохие и при том при всем есть у нас вот горст но к сожалению отряды у него такие вяленькие вначале принципе тоже можно за него играть и как бы вот эта тактика нам как подходит для него как так и для него вот ну я возьму злого мерлина и начнем расскажу чем заключается суть тактики через какие ветки ее развивать и также потом покажу бой в бою я также покажу как применяется магия используется в чем суть и как это эффективно все вместе сочетать опять же говорю что в чем смысл в тактике в том что вы единым ударом единым кулаком играйте а через определенных юнитов строите постоянно везде эти постройки с постоянно пополняетесь и так далее так далее технологии развиваете вот ну вот наш мерлин да у него очень кстати прикольные духи они начальными довольно таки неплохой в чем заключается тактика ну опять же мы начинаем строительство развиваемся через оскверненные курганы и вот эту всю линеечку мы прокачиваем это наша вот наша основа как мы видим здесь у нас даются больше один из самых нам эффективных юнитов да вот ужасы ну и далее тоже короли мертвецов тележки что у нас дальше происходит а дальше мы еще смотрим по технологии то есть какую армию мы будем создавать ну мы будем я уже показал да данная линейка те юниты у нас будут основными в качестве боевого щита у нас будут выступать зомбаки которые у нас большом количестве мы их можем всегда оживлять большом количестве ну и так далее они стоят дешево и при этом у них хорошее большое количество хп поэтому они будут нас выпускать выступать качестве юнитов которые будут связывать программ а наши всевозможные ужасы из клепа они уже будут и круганные духи они будут уже нападать на противника по флангам по технологиям что нам нужно прокачивать в начале мы естественно это вот наша ветка да как вы понимаете некрономика уходим мы сразу же в упрей упрей ужасов содержание также мы прокачиваем ветку с упрями с ужасами потом мы качаем веточку с зомбями вот она нам будет выгодно и потом уже на курганных духов переходим то есть вот эта ветка это наша основная с не экономиком переходим на веточку с курганными духами но только тогда когда они у нас естественно появляются и мы уже можем их строить вот это наверно там на ходу 15 где-то будет а потом мы уже начинаем играть в экономику и вот книга крови она как раз про экономику мы ее развиваем таким образом у нас получается уже смотрите сочетание технологии до быть нашими технологиями усиливаем наших юнитов что мы делаем в развитии персонажей в развитии персонажей мы естественно пытаясь максимально играем в восстановление жизни нашим юнитом и опять же смотрите почему я советую вот этого злого мерлина потому что у него есть на его уникальные артефакты которые также работают на оживление мертвецов на всевозможное лечение мертвецов и так далее поэтому здесь мы ему прокачиваем веточку как я уже рассказывал своих видео про некромантов и у нас есть два пути прокачки магии к примеру на некроманте первый путь это через получается взгляд на гаша до пляски смерти и потом мы проклятие делаем вот и вторая веточка это у нас через оживление мертвых это как раз то что нам надо то есть мы берем естественно заклятие нихека да она оживляет восстанавливает усиливаем это проклятием не смерти которая также еще мощнее делает ауру да там и союзников дает применять на союзников вот и при этом мы делаем оживление мертвого один из нашего основных кастов и пляску берем вот после этого мы качаем ударный прокаст из ветра смерти вот потому почему так потому что смотрите вы не можете вот здесь вот в этой ветке взять два заклинания потому что у вас просто мана не хватит вам надо какое-то выбрать и при этом при всем у вас не должны быть два активных заклинания колдущий да то есть ветер никогда не должен сочетаться вместе с взглядом на гаша вот поэтому так я уже сказал мы берем ветер смерти который там принципе в основном его лучше кидать против кавалерии и уже проводник чар из ветки ниже мы прокачиваем беспокойных мертвецов остальное нам прокачивать не надо потому что это удел наших вспомогательных юнитов а не нас на это очки лучше не тратить только в последнюю очередь и потом в ауре превосходства опять же мы смотрим что нам нужно да какими юнитами будем управлять а управлять мы будем как раз получается ордами нежити то есть повышение для зомби и упрей склеп это то что мы вызываем после того как мы прокачаем данную веточку мы уже смотрим дальше что у нас есть а здесь как раз злые души то есть это астральные отряды всевозможные которые у нас есть птицами мы не играем лицами ужаса мы тоже не играем и ужасы из склепа и злые души это то что нам нужно прокачать здесь а потом просто нам еще дается дар смерти заклинание которое в принципе укрепляет нас но на самом деле я бы не сказал что но какое-то крутое вот что-то там прям дофига дает в принципе прокачка она здесь понятно и у нас получается смотрите опять же как я всегда говорю что идет сочетание между нашими технологиями нашей стратегии и нашими юнитами и нашими аурами и нашими персонажами то есть у нас все превращается в один жесткий единый кулак с помощью которого мы нападаем наших противников и тем самым можем заработать кучу бабок а потом вы уже можете ряд кликом спамить если захотите но это уже другая история немножко вот по поводу развития что здесь нужно делать так как мы играем через все-таки армии которая лучше всего подходит для атаки против людей вот против гномов я бы не советовал играть и данную стратегию ну можно конечно потому что у вас принципе есть ядовитые атаки да а яд он все-таки дает плюс 2 брони бронебойности и поэтому он немного получше будет чем например без яда чем обычные атаки примеру но при всем при том намного эффективнее раскрывается конечно тактика против людей я бы советовал именно туда идти в мы можем нас есть два варианта мы я бы советовал оставить гномов и просто грабить тех когда вам нужно когда вам захочется грабить их города можно замок либо снести либо тоже его потихонечку подграбливать да вот и при этом наших союзников я бы предложил оставить потому что это единственный с кем мы можем вообще торговать в данные в стратегии за вампиров потому что все остальные все-таки нас не любят торговать с нами не хотят а здесь у нас есть возможность ними торговать плюс они какие-никакие будут все-таки что-то из себя представлять где-то там бегать их на них будут нападать и они будут представлять из себя буферный щит перед нападением примеру всевозможных орков вот поэтому наше направление развития это на север а на севере у нас как мы знаем славяне вот имперские славяне и там же у нас еще будут появляться орды хаоса ну что делать такова жизнь карман ты довольно таки непростая вот и в принципе вот такой путь развития я как бы предложил бы он наиболее как бы эффективен то есть мы забираем нашу провинцию отбиваем и после этого я думаю союзник уже сам прикончит вот данного вампира да он вам может быть даже объявить союз и после этого мы в принципе начинаем нашу экспансию на север хорошо что данная стратегия нам этого позволяет но при этом я еще советую по пути на север сначала все-таки гномов то и поограбить и поубивать потому что никуда они денутся ограбить их очень приятно у них очень много денег вот ну все в принципе здесь все рассказал я хочу показать вам как будет выглядеть наша армия и я покажу как тактически использовать наши заклинания и как тактически это все работает поехали в битвы своя битва и здесь смотрите в чем суть нашей армии да вот как вы видите зомби выступают в качестве живого щита и у нас также есть наши отряды упыри и ужасы которые являют выполняют роль фланговых ударов они являются основной нашей ударной силой мощной вот при этом при всем у нас есть еще труповозка без нее никуда она у нас потихонечку восстанавливает наши юниты если у вас получится то вы можете какие-то из юнитов отводить к труповозке хилить своим магом и у вас принципе будет получаться восстанавливать их поехали в битву против нас будет сражаться им перец я выбрал мага не карман то ну он заклинатель как бы я не знаю тут просто написано маг вот они все маги в общем но не суть вот из заклинаний я данному могу взял оживление мертвецов плечения ну то есть ту веточку про которую я рассказывал через оживление мертвецов я взял небольшие армии для того чтобы было понятно что происходит и как что нужно делать вот мы смотрим наша армия а расставляем наши юниты как я уже говорил основная наша масса толпа это наши зомби они являются живым щитом для того чтобы прикрыть наши ударные группировка а это у нас наши ужасы у которых очень хорошая атака но очень ну не то что очень но защита у них не такая высокая как атака вот по центру мы ставим нашего некроманта для того чтобы он аурой максимально всех лечил и далее выставляем труповозочку которая также ары обо всех задевала все единым фронтом мы стоим закрепляемся и смотрим до куда достает противника от противник принципе достает до сюда да поэтому нам нужно немножко дойти чуть поближе подойдем чуть поближе подстроимся чуть поближе вот так вот я думаю для того чтобы противник на нас не напал не загрессировать противника чтобы он не подумал что мы очень опасны для него все даем скорость сейчас и мы построимся да посмотрите какая орда ла идет просто до зверей красота вот она вот она вот она я понимаю да и тележка даже сочетается тележка очень красиво выглядит вместе с ордой зомби целые поля трупов идут каждого там меч топор и представить такой зомби стесоком на вас налетит где-нибудь в подъезде вот вы наверно прям штаны наложите я уже не говорю вот об этих созданиях до гигантские звери у которых просто одним ударом вынесут там машину может разломать просто напасть на автомобиль разломать его и на куски еще такие вот зомби с таким тесоком что с ним делать его еще убить нельзя конечно зря ними штаны нарисовали красные очень понимаю в чем суть красных штанов вот но надеюсь это не по красные труселя далее смотрите что мы делаем у нас как раз есть великолепное заклинание оживление мертвецов я просто выбегаю некромантом вперед вот пробирается наш злой мерлин сквозь врагов злобный мерлин надо другое название придумать вот и я просто что делал ставим паузу и я просто оживляю труп очков начинаю оживлять и тем самым создаю еще один отряд бесплатный который просто соберет на себя сейчас все стрелы противников вот уже пошел огонь по нему в принципе абсолютно страть а дальше я просто придаю им ускорение вот и все трупаки пошли в атаку до беру скорость поменьше и я уже направляю своих зомби в атаку по два на фланг и по центру раскликиваюсь и мы идем в атаку там сзади у нас бежит мерлин а в сзади еще бежит тележечка еда бежит пошла конница стрелять конница банка это психована что ли что они делают прям небо видеть весь огонь на себя принимают зомбаки вот получают бедные зомби леща но не тут то было потому что наш маг сейчас еще к станет разок и я смотрите кастую прямо специально да ну все тут выход фланги пошел и я смотрите что делал я специально кастую нам лучников маршис подбежит из-за к станет нам и и будет вызовет прямо на лучников на стрелков почему так но потому что это очень эффективно и он их свяжет просто данными зомби до свяжут же да все вызвал и убегаем 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 я не хочу с тобой драться вот а вот зомби вызвал их уже у нас тут немножко кто-то просел мы его сейчас полечим бам кидаем лечение труповоз очку перенаправляем потому что у нас я вижу в этом фланге просадочка произошла а наш маг веселый маг опять же следим чтобы аура дебла и он сейчас еще вызовет на данных лучников то есть таким образом я просто зомбаками связываю отряда так у нас тут решил парень вражеский полководец решил показать себя крутым перцем сейчас за это отгребет так а тут у нас просто пацаны бежать не хотят ладно бегите все вызываю еще один отряд здесь направляю на фланговый удар и стараясь смотрите раз и я им дал ускорение и атаку повышенную отлично все пошло пошла жара смотрите опять вызываю на конников уже вызываю то есть я просто спамлю посмотрите я просто спамлю и магия не кончается самый прикол в этом а у меня еще есть такая штучка проводник чар я сейчас ее нажму то есть я буду очень бесконечно спамить это вообще просто вещь которая супер круто далее смотрю у нас что-то пацаны просаживаются до по атаке и мы конечно хилить их будем да мы будем хилить и также я еще зомбиков вызываю сюда тогда добавлю парней чтобы они у нас поддержали атаку и зомби ки не провалили свою центр а тут уже пацанами разбегаясь ужасами разбегая со всей дури уже побежали противники потихонечку немного их армии сломали по стыдия просто кучу кучу бесплатных зомбаков вызываю и ничего им она не кончается ничего не кончается все отлично ужасы у меня там бегут я сейчас усилию своих так как делом этом а вот тут дерутся да ну я усилию сейчас ужасов своих чтобы у них мало того смотрите сколько у них ровно 64 плюс еще сверху добавляется да то есть очень хорошо он добавляет все отлично случников поели лучники даже убежать не успели вот сейчас я просто буду стоять хилить кого-нибудь своих союзников ну зомбиков можно не хилить на самом деле это я уже так и жалости и потому что она есть принципе чё бы нет чё бы не похилить все все бегут все бегут все расстроились ну я тут магом сейчас добавлю как вы видите зомбиков конечно моих по убивали ну а чё бы и нет чё бы их не поубивать да да ничего страшного по убивали главное у меня основные нет основные отряды они не сдались вот я уже вижу что немножко поджели подъели моих зверей принципе никто атаку не производит я тогда по дам в скорости чуть-чуть мало немножко уже заканчивается при всем при том ну я вот похили своих из склепа солдат естественно тележка где-то у меня где у меня тележка тележка тут есть понятно все ну и зомби чиками побежали побежали в атаку здесь уже непонятно чё про ну короче началась кашевала в принципе мы уже и победили на самом деле вот эти вот говнистые стрелки которые постоянно там стреляют что-то бегать все победа вот в принципе вся тактика вы видите да что мы спамим вызовами мы спами хилом и еще усиливаем отряды при этом она у нас довольно таких вот и потом когда у вас макро скачается вы уже сможете просто вы уже просто сможете сделать намного все эффективнее вы можете потом еще ветер кидать к этому ко всему делу поконится по той же но вот принципе все наверно рассказал о том основных моментах и основной тактики потом к вам просто ко всему к этому делу у вас просто добавится курганные духи ну вот и тем самым с курганными духами потом курганым духом конница добавится и у вас уже будет вполне мощные ударные юниты которые там делаются по земле да а потом еще это повозки всякие ну то есть вот в принципе вся тактика как бы данной стратегии всем пока